Всем привет из Копенгагена! Я сейчас нахожусь в необычном месте. Это кладбище. Гуляю в поисках красивых деревьев и интересных могил, интересных захоронений. Необычно холодно для конца апреля, но сегодня погода приятная. На одной из могил я только что видела белку, и также здесь много птиц. Возможно, вы слышите их пение. Ура! Я нашла могилу путешественника во времени. Мне помогла местная девушка, которая гуляла с коляской. Она также посоветовала мне сходить в кафе, которая находится к северу от кладбища. Я сейчас пойду туда. Что я делаю в Европе? Во-первых, я приехала, чтобы навестить свою подругу. Вы её уже знаете, мы с ней записывали видео ранее. Её зовут Элена. Мы с ней провели четыре чудесных дня. Сначала в Будапеште, потом в Вене. И я сходила в Венскую оперу. Это было моей мечтой. Я купила билеты заранее. По-моему, в январе это было несложно. Я зарегистрировалась на сайте и сделала предзаказ билета. Выбрала категорию. По-моему, через месяц мне пришло письмо с билетом, с отличным местом. И когда я пришла в оперный театр, мне даже удалось сесть на первый ряд своего балкончика, потому что другие посетители опоздали. И весь первый акт я смотрела с прекрасных мест. Мне было очень хорошо всё видно. Замечательная постановка. Такого чистого исполнения я ещё никогда не слышала. Смотрите, какая красивая улица. Мне главное не попасть под велосипед. Кроме путешествий по новым местам меня также ждали встречи с моими друзьями и учениками. В Стамбуле это был город, через который я летела в Европу. Я встретилась с учеником из Австралии, который живёт в Лондоне. Когда он приехал в Петербург, погода испортилась, всё похолодало, пошёл снег в конце апреля. Но я достала ему билеты в третий ряд на балет Лебединое озеро в Мариинском театре. Поэтому я думаю, что положительных впечатлений у него от Петербурга осталось больше. Я уже попробовала булочку. Она хрустящая, внутри очень мягкая, с лимонной начинкой, не сладкая, идеально. Музыка 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 Сегодня третий день моего путешествия по Копенгагену. Я сейчас в Вестебро. Раньше это был район рабочего класса, и здесь родилась и провела своё детство поэтесса, писательница Тови Дитлевсен. Я посетила двор, в котором она росла и о котором она писала, а также прошла мимо школы, которая сейчас носит имя писательницы. Я в парке недалеко от дома Тови. В книге детства, когда мама Тови приводит её в школу первый раз, Тови говорит, что директор школы посмотрела на неё так, как будто нашла её под камнем. И мне эта фраза запомнилась. Она отлично отражает чувства, которые испытывает ребёнок, когда взрослый, изучающий, на него смотрит. Я очень быстро прочитала трилогию, она очень легко читается, но, к сожалению, Тови имела зависимость и в конце жизни боролась с депрессией. И, в общем, если интересно, почитайте историю жизни Тови и обязательно ознакомьтесь с её творчеством. Субтитры подогнал «Симон» Расскажу о том, чем я занималась. Вы уже знаете, что в первый день я сходила на кладбище и погуляла по городу. Я также зашла в Second Hand магазин, купила вот эту джинсовую куртку. Она обошлась мне в 45 евро. Она очень качественная, довольно тяжёлая. Она весит больше килограмма, и так как одежда была на вес, куртка вышла в 60 евро. Но продавец сделал мне скидку, потому что мне эта куртка очень понравилась. После небольшого отдыха я пошла в David's Summling, в музей, в котором собрана огромная коллекция произведений. Исламского искусства, а также датская и другая европейская керамика, живопись и предметы интерьера. Была очень интересна, невероятная коллекция посещения музея бесплатно. Я в конце купила несколько открыток на память, осталась очень довольна. Вчера я встала рано, потому что мой ученик, с которым я занималась год назад, пригласил меня на кофе перед работой. И я попробовала булочку с ревенем. После встречи я поднялась на башню церкви. Я пришла к самому открытию, к 9 утра, и была одной из первых, поэтому подниматься было очень комфортно. Но так как я боюсь высоты, мне местами было страшно передвигать ноги, а особенно я старалась не смотреть вниз. Но виды были просто восхитительные. Я сделала несколько видео, я очень долго стояла у стены, прижавшись спиной к стене, прижав руки, чтобы успокоиться, отдышаться, поймать нужный ритм. Стоит недорого, но это невероятный опыт, от видов города захватывает дух. Потом я покаталась на кораблике по рекам и каналам. Увидела дом, в котором жил Ханс Кристиан Андерсон, когда приехал в Копенгаген. Я, кстати, не знала, что Ханс Кристиан Андерсон хотел заниматься балетом, и он приехал поступать в балетную школу. Но со своим ростом в 2 метра он проучился в школе всего 3 месяца и, в конце концов, начал заниматься писательской деятельностью. Памятник русалочки я тоже видела. Гид поделилась информацией и сказала, что этот памятник несколько раз подвергался вандализму. У русалочки два или три раза пропадала голова. По-моему, два раза пропадала голова. Вторую голову, я так поняла, так и не смогли найти. Возможно, она лежит где-то на дне. И также ей отрывали руку. В общем, почему-то кто-то не взлюбил памятник русалочке. Хотя это очень странно. Она такая милая. Немного напоминает памятник Джульетте в Вероне. После небольшой прогулки я снова встретилась со своим учеником. Он угостил меня с морибродами. Это национальное датское блюдо. Я попробовала мориброд с рыбой и интересным соусом, похожим на соус с маринованными огурчиками. Также попробовала мориброд с тартаром и с картофелем. Но с картофелем меня немного разочаровал. Ещё был с мориброд с селёдкой. Тоже очень вкусный, но селёдка отличалась от той, которую продают в России. У нас она солёная, а здесь, по-моему, была маринованная. Сегодня ветрено, погода пасмурная, поэтому я планирую, пока не пошёл дождь, погулять. Зайти в кафе, в котором любила обедать Тови. И потом хочу сходить в глиптотеку, посмотреть на скульптуры. И вечером планирую пойти на дюну в IMAX. Я смотрела дюну в России, но она была с русской озвучкой на небольшом экране. Очень хочу посмотреть в оригинале в IMAX. Ну что, пойдём гулять дальше? ПОДПИШИСЬ! 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 Продолжение следует...